Больницы, дома ребенка, школы и детские сады. В этих учреждениях люди проводят либо большую часть дня, либо находятся практически круглосуточно. Поэтому обеспечить комфорт в таких организациях – первоочередная задача во время начала отопительного сезона. С 18 сентября первыми батареи нагрелись в объектах соцсферы. Такая схема поэтапной подачи ресурса действует на протяжении нескольких лет. Фактически с начала отопительного сезона, как только вышло постановление главы города, буквально на следующий день мы уже начали подключать систему отопления. Мы очень рады, что, как и все социальные объекты городского округа Самара, мы одними из первых начали получать полноситель и школу уже вторую неделю соответствует температурному режиму. В этой школе их обеспечили для 1230 учащихся и 100 школ персонала, из которых 70 педагогов. Здание планомерно готовили к началу отопительного сезона, в том числе проводили опрессовку. Систему благополучно подключили, отрегулировали подачу теплоносителя. За благовременной подготовки к отоп-сезону и плавному пуску тепла мэрия и ресурсоснабжающие организации уделяют повышенное внимание. У каждого муниципалитета есть право по готовности объектов начать включать отопление в соцсфере, не дожидаясь наступления среднесуточной температуры плюс 8 градусов в течение пятидневки. С 25 сентября процесс пуска тепла начался и в многоквартирных жилых домах. Процесс подключения не одномоментный, ведь жилищный фонд Самары насчитывает больше 10 тысяч зданий. Решение о подаче тепла принято для того, чтобы во время похолодания в домах уже было отопление. Систему будут настраивать еще некоторое время, чтобы жители не столкнулись с трудностями. Даже если произойдет какое-либо повреждение, то устранить его гораздо легче в период, когда на улице установилась теплая погода и неудобства для горожан минимизированы, отмечают специалисты. На сегодняшний день включено порядка 24,5% жилых домов, в то время как в прошлом году на эту же дату подключили 21%. Если говорить о социальной сфере всей общей, которая касается объектов здравоохранения, образования, детских, дошкольных учреждений и тому подобное, то включено 80,3%. В прошлом году было 72 на эту дату. Процесс подключения теплоресурса остается на постоянном контроле. Ближайшее совещание с участием руководства мэрии, представителей ресурсоснабжающей компании и администрации внутригородских районов состоится в субботу 30 сентября, чтобы четко определить задачи на следующую неделю, в конце которой обсудят вопрос работы горячей линии для приема звонков, касающихся отопления. Михаил Ермоленко, Игорь Казановский, События.